Добрый вечер! В Гомеле мероприемства, присвеченные 27-й годовине, выводу советских войск из Афганистана, распрощались акции «Запали свежку памяти» у Кафедральным собор святых апостолов Петра и Паула. До акции долучились и другие православные храмы в области. Люди приходили и ставили свежки в память об загинувших в Афганистане воинах. До речи, больше 700 белорусов у Тымлику-121 у Раджанец Гомельщины в той войне застались на поле бою. Представники шматриких организаций поделяют боль с теми, кто стратил на этой войне своих близких, а так само поддерживают ветеранов, которые переодолили все тяжкости и вернулись домой живыми из Афганистана. Мы посетили инвалидов первой группы, решение управления фонда мира, им оказана материальная помощь. Мы посетили все до единой могилы, где похоронены наши ветераны. Такие же посещения везде в районах проходят, встречи в трудовых коллективах проходят и так далее. Поэтому мероприятий очень много. Шмат людей, кабушиновать память загинувших, собралися или в Амиреялу воинам-интернационалистам. Горыш от низворотных страт объеднала разом представников разных поколений. Сюда пришли не только те, кто выполнил интернациональный долг и семьи, которые стратили на войне самых дорогих и близких людей. Але и представники органов УЛАД и громадских организаций объединения, а так само просто и горожане. По час мероприятий, знайшлися добрые и ширые слова подяги для каждого героя. К сожалению, 14 наших земляков не вернулись в город Гомель из Афганистана. И, конечно, для живых, кто вернулся оттуда живыми, это, безусловно, день праздничный. Но, конечно, праздник это со слезами на глазах и с тяжелым грузом на душе. Традиционная хвилина молчания и в складании вянковых кветок до мемориялу воинам-интернационалистам. Митинг рэквием и святый день смутку одночасова. Светлая память загинувшим и повагатым, кто застался у живых. Сегодня у Гомельской области проживая каля 3800 воинов-интернационалистов, которые примали удел у локальных военных конфликтах за межами нашей родимы. Каля 3600 из них – это ветераны войны в Афганистане. Яны еще не сидят на месте и мкнутся активно удельничать о патриотичном выховании подрастающего поколения. Я хотел бы сказать и поблагодарить воинов-афганцев, которые всемирно стараются быть в обществе полезны. И мы видим, что они приходят в коллективы, встречаются с молодежью, что радует, что молодежь слышит, что молодежь интересуется опытом старших товарищей. Протягнулись и мероприемства концертом «Рэквием» у Гомельским городским центру культуры. Кожное слово, якое гучало со сцены, кранало присутных до глубины души. Городшие окропки показали, что солдаты и офицеры, которые обороняли безопасность и интересы родимы за ее межами, достойные своих родителей и родителей, которые помогли фашизм в годы Великой Айчиной войны. А тому память о падеях в Афганистане так само будет жить вечно в сердцах людей. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. У ближайший час будет принята новая державная программа по переодолюванию наступства катастрофы на ЧАЭС. Проект программы, сгодненный с усими затекавленными боками, накерованный у Совет Министров. Такая информация была огучена на коллегии департамента по проблемах переодолювания наступства катастрофы на ЧАЭС. Про выники реализации мероприемства у попередней программы о потерпелых регионах Гомельской области наш наступный материал. После авары на ЧАЭС на державном узровне была принята концепция по беспечным проживанию на забрученных территориях. Сгодно с еею были приняты два законы – об социальной безопасности граждан, а так само правовым статусе забрученных территорий. Кожные пять годов принимается державная программа по развитию таких регионов. У сукупности у всех это дозволяет иметь неоценный опыт по переодолюванию наступства аварии. Мы в состоянии справиться с этой бедой, регулируем все процессы, которые происходят на этой территории, с таким расчетом, чтобы минимизировать последствия, неблагоприятные последствия для здоровья населения, которое проживает на этой территории. Что год у межих державной программы на переодолювании наступства аварии накировываются серьезные сродки. По краине это 235 миллиарда рублей. Значная частка за их накировывается в Гомельскую область. Разом с другими крыльцами финансирования, агульная сумма, призначенная на поддержку потерпелых регионов, достигает 2 триллиона рублей в год. Что позволило нам в полном объеме обеспечить предоставление год питания защитных мероприятий в агропромышленном комплексе. Прямо 600 миллиардов было направлено на капитальное вложение, что позволило нам продолжить строительство жилья сельскохозяйственных объектов, назначение медицинских объектов. В целом, по Гомельской области мероприятия были выполнены запланированными в полном объеме. По час коллегии в департаменте по проблемах переодоливания наступства катастрофы НЧС ишла говорка и про ближайшие 5 годов. Потримка сбоку державы таких регионов застанется на довольно высокем узровне. Проект государственной программы сегодня со всеми заинтересованными согласован. И он находится в Совете Министров. Мы ждем в ближайшее время его утверждения. Уже программа на 16-20 годы. Правда, новый проект программы будет крыхуодрозниваться от ранейших. Плануется больше уваги надавать пытаниям развития экономики потерпелых регионов. На думку специалистов, в ближайшие 10 годов программа должна быть накеревана на протягнении инвестиций в реальный сектор экономики. Для того, как потерпелые районы имели свое развитие, все, треба створать новые рабочие места, а для этого открывать новые сучасные вытворчасти. Евген Поболовец, Вольга Вальшенко, Дмитрий Радзянко, телерадио-компания «Гомель» из Минска. Профсоюзы нафтогазохимичной Галины Беларуси и России обмерковали у Гомеля новые накерунки супрацовництва. Почат сегодняшней встречи разума вышла в приватности об измацнении информационной работы сяручленов профсоюзов и обороне интересов працующих. Олег Свинтюров потекавился под рабязностями. Региональная встреча профсоюзных организаций нафтогазохимичной Галины Беларуси и России отбывается не вельми часто. В прошлый раз представители Гомельского областного совета Белхимпрофсоюза со своими коллегами с ГАЗХИМБУДПРФСоюза встречались на конец 2014 года. Меж тем у боков сопрады есть чем поделиться. Гомельскую встречу можно лечить одним из этапов подготовки до запланованного на червень этого года саммита Министерства працы союзной державы. Мероприемства в уголе традиционные, а ле сёлита у ягу программе. У першыню продуглельжена профсоюзная секция. Механизм регуливания социально-працовных односинов у Беларуси и России уж матчем подобный. А тому и на прасовке кожного сбаков уявляюць агульный интерес. Прасовники России, пасля опошнега наведывания Гомеля, наприклад, увели у практику онлайн-навучания своих специалистов. Организовать занятки у Сибири, кажуть, экономична затратна, с выкарстанем интернету, гэта куды бочтанна. У свою чаргу россияне, готовые поделиться напротоками у сферы удокладения список небеспечных профессий, сегодня у нафтогазохимичной галине Российской Федерации до 60% и льготников. Али реально умовые працы оценивались 10 годи тому. Он далеко не совершенный, но, тем не менее, это какой-то некоторый выход, который позволит найти какой-то здоровый баланс. Между теми, что действительно нужно платить людям реальные зримые компенсации, потому что они работают в сложных условиях, вредных условиях, ну и, соответственно, сокращение тем профессиям, где уже развитие технологии привело к тому, что фактор вредности не столь очевиден. Еще одна тема для огольного обмеркования – информационная работа сирот-членов профсоюзов. Причем, разговор не только по предоставлению известных об деятельности организации. У России, например, без коллективного обмеркования членами профсоюзов не принимается ни один новый проект, тезаконодавчий акт, особенно социально значным, затекавила белорусов. И практика распроцовки коллективных договоров вельми верогодно, что нечто за российского опыта будет укороняться и у нас. Их опыт в этом бесценен, бесценен будет для нас, потому что действительно схожие профессии, схожие методы выполнения работы для членов нашего профсоюза, для членов профсоюза, которые работают действительно в непростых производственных условиях. Олег Синтеров, Игорь Марыченко, телерадио «Компания Гомель». Залет передовиков народной господарки отбылся у Добруши. Усех, кто по вынеках минулого года досягнул поспеха у своей працы, были отзнашены дипломами и подарунками. Какими перемогами сегодня гонорация Добрушане доведался Дмитрий Котау. У Палацы культуры одразу на воходе отшувается святочная атмосфера. Познать переможца у районного споборництва не складано. Ухоженага стушка передовика. Гэтые люди унесли значный уклад у социально-экономичную стабильность своего региона. Запленную и самоданную працу их не выпадково называют герои нашего часу. Сирот передовиков, медики, наставники, будовники, социальные работники, а так само представники агропромыслового комплекса. Это очень хороший стимул для дальнейшей работы и в этом году, и в следующем году. По крайней мере, мы почти каждый год поднимаемся на сцену по различным показателям. Было по производству молока, по производству мяса, по производству кормов. Смотря в каком году где бы лучшие показатели. Зразумела особные слова подяки подчас урочистого концерту на кированы у адрес аграреев. Не глядяши на складанные умовы на дворья, и они практически повторили выники 2014 года. Добружский район други на Гомельщине по урожайности зерневых. Тут собрали больше, как 40 центнеров с гектара. Улик лепших увайшли и по агульным на молоте. Досягнуты показчик у 100 тысяч тонн. По одновлении статка первые в регионе. Своими выниками в целом Добруша не задоволены, однако упевнены, как быть сярод лидеров, необходимо за все доставить больше складанные задачи. 6 тысяч недополучили в 2014 году зерновых колоссовых, но мы компенсировали кукурузой. Кукурузу на зерно убрали и перешагнули 100 тысячный рубеж. Но вообще мы ставим перед собой задачу иметь 100 тысяч зерновых колоссовых, а затем больше 100 тысяч добавлять уже зерном кукурузой. И я верю, надеюсь, что Добружскому району, кадрам Добружского района это по ключу. Традиционно наурашистости запрашают гостей суседних регионов России и Украины. На этот раз приехали делегации Климовского, Злынковского, Новозыпковского и Шарниговского районов. Обмен опытом. Поучиться в Беларуси очень хорошие опыты по вопросам животноводства, растительноводства, как в Беларуси хорошо работают в детском хозяйстве в другой отрасли. Это есть поучительное. Хотя и у нас есть много чего поучиться, но мы больше берем опыты у беларусов, потому что не надо терять хорошее, надо его добиваться, брать опыты. На 2016 год поставлены новые, больше складанные и отказные задачи. Однако же хоры Добружского района ни одной че доказывали, что и они працавитые и метанакерованные люди, сдольные покорить любые вышины. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания, Гомель, Добружский район. Эпидемичная ситуация по захворыванию на гриппы и острые респираторные захворывания на Гомельшине пошла поляпшаться. На минулом тыдне колькость захворылых снизилась на 11%. У абсолютных лишьбах это коля 20 тысяч человек. У целом на минулом тыдне размешение колькости людей, которые звернулись за допомогой у медицинских установок означалося в 16 районах в области. Невеликий рост по кольце фиксованы только у Ельским, Мазырским, Калинковицким, Хонницким и Петриковским районах. Что тышится эпидемичного порогу, то в этом году ее не был перевышен ни у одним из районов. Сярутых, кому поставлены диагноз в острые респираторные инфекции и грипп 65% у детей. Сгодно с прогнозом специалистов Гомельского областного центра ЕН эпидемиологии громадского здоровья, в ближайшие дни можно шакать дальнейшего снижения у зрою захворывания. Может быть, это снижение не будет таким резким, оно будет плавным. Где-то может быть снижение по 3-4 тысячи за неделю. Подчас выниковой коллегии управления спорта и туризма Гомельского облаконкама назвали первоможцам областного огляду конкурсу по подрыхтации спортивного резерву и спорту высшедших досягнений. По выниках минулого года Гомель стал лепшим в группе городов. В 2015-м 10 гомельчан отримали звание майстров спорту международного класса. 65 майстров спорту больше 200 кандидатов у майстры. У лику 10-ти лепших тренеров в области 5 гомельчан. У десятку лепших спортсменов в области трапили три простонники Гомеля. Пятиборка Катярына Орол стала серебранным призером чемпионату Европы и переможцем Кубка Свету. Оксана Петрушенко завоевала по 4 золотые и серебранные медали чемпионату Свету по плаванне сярод инвалидов. Ускарбонцы плывца Яугена Цуркина серебра и две бронзы чемпионату Европы. А так само полный комплект Узнагарот Сусветной универсиады по плаванне. Выником работы в минулом годе стало и завоевание лицензии на удел у летних олимпийских гульнях у Рео-де-Жанейро. Четыре лицензии у нас уже есть. 17 спортсменов являются кандидатами на участие в олимпийских игр Кварио-де-Жанейро. Завоевание лицензии продолжается, а результат тоже будет видно. Новини региона и информацию о проектах телерады компании Гомель вы можете найти на нашем сайте и интернет по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуске завершено. У студии працавала Маргарита Шубукова. Всего доброго и до встречи у эфира.